Цифры и факты, которые звучали на заседании круглого стола, утешительными назвать трудно. И эти данные, к сожалению, немногим отличаются от подобных по всей стране. Наш город лидирует по области, по количеству интернатных учреждений. Лидирует. 272 человека в детских учреждениях, практически все они переполнены. И 417 детей проживают в замещающих семьях. Именно для того, чтобы сирот становилось меньше, а усыновленных и взятых под опеку ребятишек больше, и работали участники круглого стола. Если первым пунктом обсуждения стали имеющиеся проблемы, то вторым – способы их решения. Проблема номер один. Усыновителей в городе практически нет. За прошлый год, например, статус родных появился только у двоих ребятишек. Решить вопрос ленинск-кузнечане предлагают с помощью дополнительной единовременной выплаты усыновителям в 50 тысяч рублей. Это плюс к 50 областным тысячам, которые этим семьям уже платят. Сегодня область рекомендует таких ребятишек, а также детей из приемных и опекаемых семей, бесплатно обучать в музыкальных, художественных школах и школах искусств. Участники круглого стола предлагают расширить этот список и в Ленинске вести такую меру поддержки детей-сирот и принимающих семей, как бесплатное обучение и в спортивных секциях и клубах. Еще одно новшество, предложенное на заседании – втрое увеличить число мальчишек и девчонок, которые смогут бесплатно отдохнуть в летнем загородном лагере. Это плюс к уже имеющимся родительским сменам в школе приемных родителей. Они проходят у нас школу приемных родителей, то есть они знакомятся с медицинской, психологической, юридической стороной вопроса, с моментами воспитания, то есть на тренингах прокручивают различные ситуации. Многие даже с теми детьми, которые придут в семью к ним. Если говорить о приемных и опекунских семьях, то помимо педагогической, психологической и областной финансовой помощи, на уровне города им предлагается выплачивать по 10 тысяч единовременных рублей. Добавьте сюда школьное питание с 50-процентной скидкой, бесплатное лекарственное обеспечение ребятишек до 6 лет и предшкольную развивающую подготовку на базе домотворчества, а также льготные места в детских садах и 4 тонны угля в подарок. Инициаторы встречи надеются, что это поможет в корне изменить ситуацию с сиротством в Ленинске. Все вышеперечисленные меры поддержки детей-сирот и принимающих семей будут предложены к рассмотрению на заседании коллегии 15 апреля. Уважаемые сограждане, дорогие наши ленинские кузнечане, пожалуйста, приходите в управление образования, в кабинеты 6, 7, 10 по вопросам усыновления, установления опеки, создания приемной семьи. Мы обязательно подберем вам ребенка, того, которому вы сможете подарить свою теплоту, ласку, скрасить свои дни, помочь ребенку встать на ноги и сделать из него настоящего человека.